Всем привет! В этом видео мы разберем тему, почему жизнь трудная, потому что очень часто мы в детстве слышим, какая трудная жизнь, как тяжело зарабатываются деньги, что жизнь прожить не поле перейти. Масса-масса огромных эпитетов, примеров и разговоров о том, как тяжело жить. И мы, когда находимся в детском возрасте, то мы слышим это все, мы впитываем это все. И затем, когда мы становимся старше, когда мы взрослеем, то мы начинаем реализовывать этот сценарий. Мы начинаем реализовывать трудную жизнь. Нам рассказали о том, что жизнь должна быть трудной. Значит, нужно найти какие-то трудности, нужно создать все обстоятельства, чтобы жизнь действительно соответствовала эпитету трудная. Нам нужно придумать огромное количество приключений, нам нужно придумать огромное количество ситуаций, которые будут усложнять и без того трудную жизнь. И заметьте, что интересно, как работает наш мозг. Он работает просто идеально. Он находит огромное количество каких-то сигналов, он приводит нас в определенное состояние. Он возбуждает в нас различные желания, которые приводят нас к различным последствиям, которые потом мы называем трудной жизнью. Мы сражаемся с последствиями, мы пытаемся устранить последствия. Мы изворачиваемся изо всех сил, но жизнь только усложняется. И мы неосознанно продолжаем реализовывать ту самую трудную жизнь, о которой нам рассказывали в детстве, о которой мы слышали от взрослых. И мы даже не догадываемся о том, потому что мы просто этого не помним, что нам навязали ту самую трудную жизнь. Нам не показали выбор, нам не показали варианты, нам показали вот ту реальность, в которой мы выросли. Мы не знаем другой. Мы слышали, да, что есть какие-то другие люди, которые живут как-то иначе. Мы знаем, что есть какие-то богатые, которые как-то иначе живут. И есть какие-то талантливые и одаренные люди и так далее, которые, как нам кажется, они живут легкой жизнью. Но мы же знаем с вами поговорку, что талант это всего лишь на 1% талант и на 99% это усилие, труд. И нам не рассказали, что есть другие сценарии жизни. Нам не рассказали, что мы можем заниматься любимым делом и не только заниматься, но и зарабатывать на любимом деле. Нам не рассказали, что мы достойны большего. Нам сказали, что жизнь трудная, деньги зарабатываются очень тяжело. И действительно, что когда мы выбираем какую-то не очень высокооплачиваемую работу, и даже когда она не совсем любимая, то выясняется, что это действительно очень трудно, потому что нам нужно тратить огромное количество усилий для того, чтобы преодолеть то самое внутреннее сопротивление. Когда мы не хотим идти на нелюбимую работу, мы не хотим делать то, что не вознаграждается по достоинству. Естественно, вот основная трудность на самом деле в том, чтобы справиться с собой, со своим сопротивлением. И это действительно колоссальные усилия, колоссальные затраты, когда мы пытаемся перебороть самого себя, убедить самого себя в том, что мы должны делать то, что нам не нравится. Мы должны делать то, от чего мы не получаем удовлетворение. И мы должны делать то, от чего мы не получаем и материального удовлетворения, и достойного вознаграждения. И виной всему не то, что кто-то специально или умышленно нас заставил так жить. Просто когда мы были детьми, наш ум был достаточно еще открытым, не было никаких защит, не было никакой логики. И мы даже не осознавали, когда нам было 2, 3, 4 года, что все слова, которые звучат вокруг нас, это чужие слова. Возможно, это даже были слова наших родителей или других родственников. Возможно, это были слова других дорогих нам людей. Но это не важно. Важно то, что это сработало как руководство к действию. Это сработало как программирование. Это сработало как внушение. И мы не помним этого. Но если мы понимаем, что именно это привело нас к той жизни, в которой мы живем, то мы понимаем, что мозг выполнил свою задачу идеально, на все 100%. Он реализовал тот сценарий, он реализовал те программы, которые были у нас заложены. То есть мозг работает идеально. Поэтому, если мы понимаем это и осознаем, что мы можем перепрограммировать собственный мозг, мы просто настраиваем его на другие программы, мы закладываем в него, в наш мозг, в наше бессознательное, другие стратегии, и он точно так же идеально их реализовывает. Осталось дело за малым. Понять, что это действительно те установки, которые в нас заложили в детстве. Понять, что мозг всегда идеально реализовывает те сценарии, те программы, которые были в него вложены. Подобрать программы под себя и вложить их в собственный мозг. Да, это определенные технические навыки, это определенные методики, определенные инструменты, но это так. И первый момент, о котором я расскажу в следующем видео, это наши ролевые привычные модели. Что как только мы отказываемся от ролевых привычных моделей, мы с вами начинаем действовать немножко иначе. У нас появляется вариативность, гибкость. И мы, как говорится, отказываемся от одной единственной модели реагирования на мир, к которой мы привыкли. Но об этом в следующем видео. На этом все. Привет! С вами был Дмитрий Шейнин о трудностях жизни.